Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет и вспоминаем сегодня святого пророка Божия Иоиля, ну или иначе еще Иоиль, по-разному его называют. Это один из весьма значимых, не было незначимых пророков, хотя его относят вроде бы к малым пророкам, но малыми они считаются только по объему книг. Вот те, кто включены туда, Осия, Амос, Иоиль, Иона и другие пророки, малыми названы только потому, что небольшой объем записанных вот этих текстов у пророка Иоиля всего лишь три главы, а на самом деле по своему пророческому служению все они велики пред Богом, все они значимы, и вот очень жалко, что мы как-то не очень чтим пророков. Мы не особо посвящаем храмы в честь того или иного пророка, ну да, вот можно встретить, допустим, в честь пророка Иои немало храмов, ну видимо, какое-то такое мощное действие, оказывается, этот пророк, да, громовержец на людей, да, такое вот просто страшное действие там на всяких злодеев, там уничтожение их огненное, и вот тут вот все стараются как бы с ним поддерживать свои отношения, а вот другим как-то не особо, ну вот изрек бывает в честь пророка Моисея, там есть один храм в честь пророка Аввакума, представляете, всего лишь один храм, есть один храм в Грузии в честь царя и пророка Давида, ну и так вот если посмотреть, да, то есть какие-то вот, может там можно еще кому-то один найти, но вот пророку Иоилю не посвящен храм, да, вот как-то мы остерегаемся ветхозаветной святости, хотя по своей жизни, да, мы очень далеки от уровня праведности святых ветхого завета, и сам спаситель, он ведь ссылался на закон и пророков, да, когда он излагает свое учение, там скажем, о любви к Богу и ближним, он говорит, что вот в этих двух заповедях весь закон и пророки состоят, любовь к Богу и ближним, то есть спаситель опирается уже тоже вот на ветхозаветные писания, на откровения ветхозаветных пророков, да, ну или он еще в другом месте, он говорит спасительно, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом весь закон и пророки, то есть спаситель показывает авторитет пророков, ну законы пророки, это как раз вот такое раннее представление о ветхозаветных писаниях, о том, что они делятся на две части, то есть закон, закон Моисеев, вот, все, что относится, и в том числе и к обрядовой стороне относилось, ну прежде всего это 10 заповедей, «Я Господь Бог Тво, да не будет у тебя других богов пред лицом моим» и другие вот все последующие заповеди, и пророки, то есть те, кто возвещали будущее, но пророки, они не только возвещали будущее, они давали осмысление прошлого и помогали правильно посмотреть на настоящее, посмотреть с точки зрения вот воли Божией, и среди них как раз вот выделяется пророк Иоиль, само его имя является очень красноречивым, очень показательным, это такое теофорное имя, то есть богоносное имя, потому что буквально оно переводится как «Бог есть Господь», буквально в его имени зашифровано имя Божие Яхве, вот то имя, которое считалось самым священным, и говорится, что Яхве есть Бог, «Эль», вот по-древнееврейски, «Ио-Эль», так оно звучало, и, кстати, то же самое наименование, только в обратном порядке, было зашифровано в имени пророка Ильи, «Бог есть Яхве», то есть если у Иоиля Яхва есть Бог, то у Ильи там «Бог есть Яхве», то же самое, да, но получается всецелое посвящение себя Господу Богу, и само его служение, этого пророка, да, вот и как Ильи, так и Иоиля, оно было как раз вот этим посвящением Господу Богу. Но что интересно, это вот мы не видим подробных сведений, мы, собственно говоря, что касается пророка Иоиля, практически не находим никаких точных сведений в самом Священном Писании, там только сказано, вот если самые первые строки прочитать, слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила, то есть он сын некоего Вафуила, но как ученые не пытались расшифровать, да, имя Иоиль вообще было таким распространенным, не раз оно встречалось в Библии, но в тех лицах никак невозможно увидеть данного пророка, и кем был его отец Вафуил, тоже мы не знаем. Конечно, есть такие предания, что пророк Иоиль, он родился в колене Рувимовом или Мгадовом, которое уже за Иорданом находилось, и что он жил в селении Вифара, это примерно те места, вот где впоследствии крестил святой Иоанн Креститель, но, собственно, вот более ничего толком предания нам не могут сказать, а судя по содержанию его книги, можно понять, что пророк, он был близок Иерусалиму, он находился там, где совершалось богослужение храмовое, он видел жизнь священства, и он не раз обращается, упоминает именно священство, ветхозаветное священство в связи с богослужением в ветхозаветном храме. И судя по всему, Иоиль, он жил все-таки в послепленное время, то есть в то время, когда уже иудейский народ, вот он был переселен в Вавилон, да, вот храм в Иерусалиме разрушен в 586 году до Рождества Христовым, значит, потом проходит 70 лет пленения, и каким-то чудом Божиим народ возвращается, и вот у них уже нет царя, понимаете? Они руководимы старейшинами, священниками, и поэтому, ну, такой особый уже период в жизни богоизбранного народа, когда вот они восстанавливают храм, да, когда действительно вот именно старейшины заботятся о людях, и при этом, конечно же, много испытаний, много бедствий, и вот пророк Иоиль, он обращается именно к старейшинам от лица Господа, согласно тому откровению, которое Бог подает ему, и он говорит, «Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей», то есть он обращается не к царям, да, видимо, царей в этот момент нет, он обращается к старейшинам, и что же он открывает? Вообще он, как и некоторые другие пророки, он говорит о дне Господнем, день Господень есть день особого посещения Божия, но вот тут оказывается, что посещение Божие, это не обязательно там, что Господь тебя по головушке погладит, а посещение Божие может быть очень жестким и твердым, и даже вот наказание, это вот как такая врачующая рука строгого отца, который ставит целью перевоспитания своего непослушного сына, это тоже может оказаться днем Господнем, и пророк Иоиль пытается показать, от чего произошло вот столько много бед, и даже природные катаклизмы, и вот саранча там все пожирает, и все пастбища оскудели, и виноградная лоза тоже перестала плодоносить, и вот эти даже природные катаклизмы, это тоже Божье наказание, и Божие посещение соответственно, и вот он описывает, весьма эмоционально он описывает, весьма красочно, «Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду». То есть, насколько вот Господь может так вот строго посещать свой народ, воспитывая его. Ну, а в чем же вот это, значит, наказание выразилось в тот конкретный момент? «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». То есть, это именно природный катаклизм, который случился, ну, как тоже вот из-за каких-то грехов там народа, может быть, ходили вслед иных богов, там уклонялись. Кстати, в эту эпоху очень распространялись некоторые оккультные такие учения, которые были заимствованы и отчасти у персидских народов. Ну, собственно, Вавилон, он наполнен был оккультизмом, магией, вот, и оттуда всякая вот эта кабала начиналась. Поэтому было за что наказывать и вразумлять, и приводит это к тому, что наступает даже такой вот голод, и при этом из уст пророка Иоиля у него звучат такие интересные слова. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющее вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». То есть, вот наступает голод, все скудевает, значит, и пьяницы протрезвели, потому что виноградная лоза перестала плодоносить, а из винограда изготавливали вино, соответственно, и поэтому получается так, что вот этот голод, он тут же как бы пресек страсть винопития. То есть, вот наглядное такое проявление наказания Божьей, которое врачует в том числе некоторые пороки людей, и люди начинают как бы так вот немножко так и духовно протрезвляться, да, вот за что нам это? То есть, мы жили слишком расслаблены по своим страстям, порокам, и оказывается, вот этот вот винопитие, алкоголизм, он тоже может повлечь за собой гнев Божий и некое вот разорение, разорение твоих земель. И вот тут вспоминается, как у нас в России незадолго до смутного времени Христа радиородивый Иоанн Большой Колпак, он уже предсказывал, и он, кстати, своими предсказаниями делился с преподобным Иринархом Затворником, и он говорил так, что вот Господь заповедал, чтобы христиане своих детей воспитывали в трезвости, удерживали их от страсти винопития, и вот именно из-за пьянства на Русь будут наведены полчища иноземцев. То есть, смутное время, согласно прозрению святых людей того времени, вот этого Христа радиородивого Иоанна Большого Колпака, ну и преподобного Иринарха Затворника, который единомыслен с ним был, смутное время пришло, постигло Русь вот за пьянство, за то, что предавались вот этим страстям, ну и там и распутство, конечно, было, ну и при царском дворе, не пойми чего, и за это как раз постигло вот это иноплеменное нашествие. Вот, кстати, пророк Иоиль, он дальше весьма подробно говорит о завоевателях, но тут вот как бы вспоминая вот эти природные, скажем так, катаклизмы, что вот саранчатом поедает, и, соответственно, не из чего изготавливать вино, и вот все уже там, значит, и эти протрезвели, конечно, но те-то испытывают голод, и надо как-то исправляться. И он говорит, назначьте пост, объявите торжественное собрание, ну, имеется в виду богослужебное, посвященное покаянным молениям, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего, и взывайте к Господу, о какой день, ибо день Господень близок, как упустошение от всемогущего придет он. То есть, действительно, вот это вот наказание Божие, день Господень может быть таким страшным посещением, но в то же время человека спасает такое покаянное обращение и пост, пост воздержания. Вот не надо думать, что алкоголь – это, так сказать, постный напиток, даже если он там из хлебных зерен, да, или из ржаного солода что-то изготавливается, то формально кто-то скажет, что, ну да, вот это вроде как бы постный. По своему существу, по сути, алкоголь является непостным напитком, так как он одурманивает ум, лишает души трезвения, и, соответственно, мы во время поста должны побеждать вот и подобную свою страсть при страсти. И вот что интересно, когда пророк Иоиль описывает это покаянное уже такое моление, говорит, вот к тебе, Господи, взываю, и описывает вот эти вот бедствия, которые происходят, что вот огонь пожрал злачные пастбища пустыни, пламя попалило все дерева в поле, вот поэтому взываю к тебе, Господи, молюсь, и тут же добавляет, даже и животные на поле взывают к тебе, потому что и сохли потоки вод, и огонь истребил пастбище пустыни, то есть даже вот эти жаждущие, голодные животные, они тоже вопиют ко Господу, они, конечно, совсем не виноваты в бедствиях земных, и животные страждут из-за греха человека. Человек венец творения, да, вот был поставлен как царь мира, ну, а если царь стал вести себя как какой-то скоморох, шут, который все там растранжирил, растратил, то, соответственно, все кругом рушится, и царство приходит в такую ветхость, разваливается, и, соответственно, и животные тоже страдают, мучаются, мучаются из-за греха человека, но вот как бы они в данном случае вслед за человеком начинают включаться тоже в это покаянное моление, вопиять ко Господу, вот это, знаете, как у пророка Ионы, да, вот когда, помните, он проповедовал от Бога, тоже сказано было Неневии, что если его, ну, что, мол, все, там им конец, ну, пусть каются, да, и когда они стали каяться, то там как, как Господь им говорил, что они должны возложить пост, и в том числе даже животные не кормили, не поили животных, и там сказано, что и вопияли к Богу люди и животные, и вот после такого как бы совместного вопияния к небу, да, покаянного людей, но и такого жалостливого со стороны животных, Господь явил свою милость и пощадил город Неневию, пощадил тех, кто казался, ну, совершенно вот безнадежным, нераскаянными такими грешниками и осужденными на погибели, но Господь их спас. И вот тут то же самое, получается, что даже животные вместе с людьми взывают, и разве же Господь не пощадит, и, конечно же, пощадит, и Аиль об этом возвещает, но еще до этого вот есть некоторые другие описания бедствий тоже, и в том числе нашествия завоевателей, вот он как говорит, что наступает день Господень, ибо он близок, но опять-таки это вот некие строгие такие вот вразумления, очень жесткое такое посещение Божие, значит, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, и самое интересное, что он, когда описывает вот нашествия завоевателя, он как будто вот поэтически вот красочно это изображает, словно вот любуется этим описанием, «Как утренний заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывал от века, и после того не будет в роды родов, перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя, перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь». То есть получается, что вот они идут туда, где сад Эдемский, где там плодородие, а когда они проходят, то все, там голая степь. А вообще народ израильский, ну, точнее, вот израильский и иудейский в то время, было же разделение, и вот оба разделившиеся народа, они претерпевали множество завоеваний, как правило, приходили вот с севера, там вот ассирийцы, ну, вот та же самая Неневия, да, вот упомянули мы их. Но самое интересное, что Господь, когда нужно, Он и врагов милует, то есть и Неневию помиловал, когда это было нужно, потому что все люди – это божье чадо. Вот. А там социальные потрясения, там войны – это, конечно, земные вот эти дела, которые пришли, ну, и со временем они упразднятся. И вот постоянно были всякие нашествия со стороны, там, Вавилонин, вот, и много видели таких завоевателей, ну, там, конечно, и филистимлины когда-то приходили, потом их и не стало, а потом, значит, там будет и эллинское влияние, да, там греки будут пытаться как-то вот поднадавливать, и, конечно, потом римляне. Вот. И, соответственно, все это было и до Иаилии, и после него, и поэтому он как бы описывает вот эти жесткие посещения Божьи, то, что Господь попускает ради то же воспитания народа, и вот он описывает этих воинов, которые, ну, как он пишет, «как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогой, и не сбивается с путей своих, не давит друг друга, каждый идет своей стезей, и падает на копья, но остаются невредимы». Ну, видимо, из-за того, что броней покрыты, то копья не причиняет им вреда. «Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор». Да, нечто такое прямо вот апокалиптическое, да, вот, всепоглощающее, всепожирающее, как та же самая вот саранча. Вначале саранча упоминалась, всепоедающая, теперь, значит, вот это воинство, которое все поглощает, что не встретит, да, вот. Ну, кстати, сам Спаситель, когда упоминал тоже вот о будущем суде, да, он говорит, что день тот придет, как тать в ночи, да, как тать ночью, как вор ночью. Вот это отсюда, тоже вот этот образ взят, из книги пророка Иоили, что они влезают на дом, и входит в окна, как вор, да. И, но самое интересное, что, как описывать, какое духовное осмысление дает пророк Иоиль в данном случае. Он пишет буквально следующее. «И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчища его, и могуществен исполнитель слова его». То есть, оказывается, вот это войско завоевателей, оно называется воинством Божиим. Воинством Божиим, которое, как сказано, многочисленное полчища его, и они исполнители слова его, то есть, слова Божия. Просто так ничего не происходит, даже когда нам кажется вот что-то вот стихийно там складывающееся, это не так. Это вот, ну, по-земному, да, всё вроде стихийно, потому что мы живём в повреждённом грехом мире, но и здесь вот промысл Божий как-то вот в нашу повреждённость, да, вот входит, и повреждённость нашего мира среди вот как бы стихийных вот этих обстоятельств тоже своим промыслом действует. вот как знаете, в медицине, допустим, дают лекарства, вроде бы всё там отлично, а больной умирает, а другого там не надеются, и, ну, что-то там ему дают, но вдруг раз он выздоравливает, и врачи сами понять не могут, потому что жизнь и смерть, выздоровление или невоздоровление в руках Божьих. Вот то же самое и войны, то же самое какие-то вот социальные или природные потрясения, катаклизмы, и когда Россия вот переживала тоже множество нашествий, ну, вот пришёл Баты, а эти там, каждый князь думал, да нет, вот сейчас мы там, то один там против него выступит, ну, там несколько, то потом ещё несколько, никак не могли вместе объединиться, и вот по такой гордыньке, да, вот все оказались сокрушёнными, а потом, значит, приходит Тамерлан, а тут наоборот, все стали молиться к Богу, и Господь отвёл Тамерлана, то есть, понимаете, всё в руках Божьих, и войско захватчиков, оно тоже в каком-то смысле как Божие воинство, которое несёт с собой некое вот наказание от Господа, и ну, хоть там французы, да, потому что увлекались этим французским языком, французской культурой, ну, вот вам, пожалуйста, эти французы в лице Наполеона пришли, то, значит, решили упразднить это, всю религию в Советском Союзе, и, кстати, поставили в 38-м году пятилетку безбожную, там были безбожные пятилетки, рассчитывали на 5 лет план борьбы с церковью, с православием, и вот в 38-м или 37-й год была назначена последняя пятилетка, в течение которой хотели полностью искоренить всякую вот веру, всякую религию в Советском Союзе, и вот, пожалуйста, что во время этой пятилетки наступает? Наступает война Великая Отечественная, ну, там, чуть раньше уже Вторая Мировая получается, 39-й, потом 41-й у нас, и пятилетка, это рушится, безбожный план, а наоборот, люди пошли в храмы, а в 43-м году даже вот сам Сталин, он делает шаг навстречу вот иерархам русской православной церкви, хотя мог бы этого и не делать, 43-й год, не 41-й, он мог совершенно обойтись вроде бы без церкви, но, видимо, что-то вот по промыслу Божию происходят, какие-то перемены, потому что люди, многие обращаются ко Господу с покаянием, и повторим, что вот всякое такое бедствие, оно тоже в руках Божьих, и захватчик тоже может называться иногда вот как воинством Божиим, ну, в том смысле, как карающая рука Господа, но сам Господь, он народ свой не оставит, и читаем мы у пророка Иоиля, вот как быть, да, когда бедствия какие-то, только к Богу всем сердцем, а к Богу как? Прежде всего исправить себя, то есть очистить свои сердца, вот что он говорит, но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему. Ну, вот в иудейской культуре там было так вот принято, что когда вот какая-то скорбь, печаль, то люди прям вот буквально раздирали на себе там одежду в знак выражения как бы великой скорби, да, или вот негодование по поводу чего-то, и иногда вот эти жесты, они уже становились такими как бы театральными, даже когда хоронили кого-то, специально нанимали плакальщиков или плакальщиц, то есть людей, которые вот напоказ плакали, рыдали, и вот такое театральное действие Богу не нужно, то есть не одежды раздираете на себе, а сердца свои, сердца, которые стали как камень, как бы вот этой каменной коростой покрылись, и эту коросту нужно разодрать, чтобы вновь сердце стало биться, как живое сердце пред Господом, и такую молитву Бог слышит, поэтому, конечно, когда вот совершенно кажется, ну, безысходной ситуацией вроде бы все, да, и вот от самого сердца ты воздохни к Господу, к Богу, Господи, помоги, Господи, спаси, и вот такая молитва, она вот тут же вот молниеносно доходит до небес, и оттуда тоже вот как молния приходит ответ, и отводит все беды, и Господь являет свою помощь, и сказано у пророка Иоиля, и тогда возревнует Господь о земле своей, и пощадит народ свой, и ответит Господь, и скажет народу своему, вот, я пошлю вам хлеб, и вино, и елей, и будете насыщаться ими, то есть, Господь в ответ на эту покаянную молитву непременно явит им утешение свое, и избавление, и благословение подаст, вот, упоминается хлеб, вино, елей, на самом деле, это действительно, ну, были такие вот три основных вида пищи в сиропалестинских местах, да, то есть, пшеница, из нее, значит, хлеб, да, елей, ну, там, масляные, или оливки, смотря в какое время их собирают, и масло, соответственно, отсюда, оливковое, вот, елей, то, что называется, ну, и вино, потому что, в общем-то, трапезы были скудные, и тоже вино доставляло, ну, в умеренных, в умеренном объеме, оно разбавлялось, разбавлялось, доставляло какие-то микроэлементы необходимые, и вот Господь, как бы, говорит, что Он явит это, и явит Он это любому народу, да, и вот в данном случае тут, конечно, имелся в виду богоизбранный народ, который претерпел очень такую сложную, трудную историю, и а смысл-то этого, в чем был вся эта история, к чему надо в итоге прийти, и Господь, Он открывает через пророка Иоиля, что вся суть вот этой вот трудной такой истории, когда Господь, в общем-то, жестко воспитывал людей, вся суть в том, чтобы подойти к самому главному, то есть, ко Христу, через которого даются дары Духа Святого, и Святой Дух людей, которые принимают благодать этого Духа, Он их преобразит и соделает небожителями, и вот именно пророк Иоиль дает вот это удивительное пророчество, это действительно книга очень отрадная на самом деле для православных христиан, потому что именно пророк Иоиль, как бы вот он уже предвозвещает и цель христианской жизни, и ее смысл, и вот чем должна наполняться христианская жизнь, и то главное, ради чего Господь и воспитывал Бога избранный народ, то есть, Ветхий Завет к чему должен был подойти, и с чего должен был уже вот полноценно, ну не то, что Новый Завет, а Церковь Христова, Новый Завет явлен во Христе, а вот Церковь Христова, она с чего, с чего начинается, и говорит пророк Иоиль, а точнее Господь через него говорит, «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». То есть пророк Иоиль, вот повторю, что это очень отрадная такая книга, которая как бы показывает связь Ветхого и Нового Завета, и что смысл пророков, они понимаете, они как бы предвидели, они не имели того, что явлено в Новом Завете, но они об этом уже свидетельствовали, и вот через пророка Иоиль приоткрывается то главное, что и было явлено в Новом Завете, это явление Духа Святаго, то, что в день Пятидесятницы книга пророка Иоиля, и он еще сам называется пророком Пятидесятницы в каком-то смысле. И вот вспомните, с чего начинает свою проповедь апостол Петр после сошествия Святого Духа, а он начинает ее именно вот со ссылки на пророка Иоиля, ну вот когда только вот нисходит Святой Дух, да, вот это огненные языки, которые, разделившись вот по отдельным таким вот пламенем, почивают на каждом из апостолов, и после этого они начинают говорить на новых языках. Ну, прежде всего, это воскресение души от смерти, уже никаких страхов не может быть, никакого страха смертного у апостолов, они не боятся иудеев, никого не боятся, и открыто начинают проповедовать, потому что даровано жизнь, которая наполняет сердце и преисполняет его радости. Вот Петр, обращаясь на разных языках, вот, и другие апостолы тоже, потом он произносит уже проповедь непосредственно к иудеям, говорит, что сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, значит, что это есть предреченное пророком Иоилем, вот то, что только что совершилось, сошествие Святого Духа, то есть день рождения церкви, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть. И вот дальше то, что мы как раз процитировали, и на рабов моих, и на рабынь моих, в те дни излию от Духа Моего. И вот тут, братья и сестры, что очень важно, вот, конечно, и в Ветхом Завете те же пророки, они, конечно, тоже действовали Святым Духом, но там было, понимаете, это вот как капельки, как капельки Духа Святого, которые не сходили с небес на отдельных лиц в Ветхом Завете, и какие-то дарования им сообщали. И, в общем-то, Дух Святой, он вот этими, как малые капельки, он на ком почивал? Ну, тут три основные категории были, это, значит, священники, пророки и цари, которых помазывали, да, вот, обряд был помазания, и, соответственно, как бы тоже вот эта вот харизма небесная, благодатная нисходила, ну, по-разному они себя вели, но дело не в этом, а в том, что там только вот кому-то, только как капельки, а тут такое вот обильное несшествие, как вот проливным таким дождем, ливнем, нисходит абсолютно на всех, и каждый крещеный человек, он, несомненно, очищается от всех грехов, которые были, а потом ему преподается таинство миропомазания, во время которого произносит печать дара Духа Святаго Аминь, то есть помазывается святым миром, освященным еще вот от времен апостольских, это все передается, и Дух Святой почивает на каждом, и каждый христианин, он причастен тем дарам, которые когда-то были даны царям, священникам и первосвященникам, и пророкам, то есть каждый христианин в каком-то смысле царь и призван быть царем, ну, почему, то есть царствовать над своими страстями, Христос говорит, царство мое не от мира сего, и вы как бы вот, вы будете со мной царствовать, так он тоже предвещал, спаситель, и царствовать мы прежде всего должны над своим собственным естеством, над телесными потребностями, над всякими душевными немощами, чтобы они не возобладали над нами, каждый призван быть священником в том смысле, чтобы посвященным Господу Богу, то есть жизнь не греховным страстям, не пойми чему, не аду преисподнему, а небесному царству, Господу посвящать свою жизнь, и третье, пророки, действительно, каждый христианин призван быть пророком, но пророком не в том смысле, что вот я сейчас нам начну вам там от прозорливости своей там все там предвещать, нет, смысл пророчества в том, что человек возвещает волю Божию, а воля Божия, она открыта в Евангелии, и вот каждый христианин должен быть как бы исповедником Евангелия в своей жизни, не исповедником греховных страстей, что вот посмотрит, скажет, ну нет, вот это как себя ведут христиане, нет, вот мы туда точно не пойдем, вы храмы, вот тут точно никакого пророчества нет, а вот пророчество именно в том, что сама жизнь христианина становится свидетельством о Боге, таким пророческим свидетельством, что есть Бог, что есть вечная жизнь, есть рай, куда мы должны стремиться, и если посмотрим мы историю церкви, то то, что сказано пророком Иоилем, оно действительно исполнилось, то что вот он говорит, что значит там старцам вашим будут сниться сны, юноши ваши будут иметь видение, это вот святые прежде всего люди, которым что-то приоткрывалось, ну действительно иногда там вот во снах, и мы знаем, что даже Иосифу Обручнику что-то во снах открывалось, но чтобы тебе открылось что-то Божие во снах, это надо, чтобы ты и каждый день проводил в чистоте, а если ты живешь, не пойми как, если ты, так сказать, вот по гордыне своей живешь, то тебе сны будут от бесов преподноситься в соответствии с твоей гордыней, и вот отсюда рождаются все вот эти сонники, гадания, оккультные там предположения по своим снам, то есть это вот бесовское искушение, но чистым и святым людям действительно и сны давались чистые и святые, и что-то могло там им приоткрываться, и даже были, вот сказано, и юноши ваши будут видеть видение, ну тут имеется в виду те молодые возрастом, святые христианские подвижники, которые уже в юном возрасте приходили к духовным созерцаниям, ну допустим, вот преподобный Паисий Святогорис, который с малых лет, вот однажды еще в детском возрасте ему было дано созерцать самого Христа, то есть это вот те христиане, которые с малых лет ведут чистый образ жизни и не заглушают действия благодати в себе своими грехами. А как же вот то, что дальше говорится в этом пророчестве, ведь Иоиль на этом не останавливается, и, кстати, Петр тоже продолжает вот эту же, цитирует эту же мысль, а там буквально дальше вот что сказано, значит. А, да, вот тут еще говорится, и на рабов, и на рабынь, и злию от духа моего, то есть не важен социальный статус. Если в Ветхом Завете там, конечно, ценило, чтобы он был там высокопоставленный, какого-то благородного рода, а то здесь уже все. В Новом Завете абсолютно всем, даже социально незащищенным группам, даже людям, ущемленным в обществе, рабам, рабыням, которых продавали там вот как скот какой-то, и они призываются и становятся пророками Божиими, потому что сказано, на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего. То есть всем, абсолютно всем, в том числе даже вот таким рабам, которые уравниваются в своем духовном призвании со своими господами. И, а вот дальше, дальше, братья и сестры, тут нечто такое особенное. «И покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А вот это что? Ведь в день Пятидесятницы не было же такого, что там, значит, кровь и огонь, и столпы дыма. Ну да, огонь был, были пламени, такие языки пламени, но чтобы кровь там и курение, вот эти столпы дыма, такого не было. Это о чем идет речь? Вот у некоторых пророков, у них бывает как бы совмещение в одном пророчестве двух грядущих событий. И Иоиль вот следует этой традиции, то есть потому что эти два события связаны друг с другом. Одно событие относится вот к первому пришествию Христова, когда Господь вот уже победив грех и смерть на кресте и через свое воскресенье, вот Он не посылает Духа Святаго всем, ну ученикам, да, и потом дальше вот в церкви всем это преподается. А второе событие, это уже связано со вторым пришествием Христова, то есть там первых пришествий, здесь второе пришествие, то есть это буквально апокалиптическое откровение. Которому будут предшествовать некие вот такие страшные видения, и когда сам Господь, это вот 24 глава Евангелия от Матфея, вот сидя на Илеонской горе, он с учениками рассуждает, он говорит, что вот после тех дней, вот значит солнце померкнет, луна не даст света своего, там еще какие-то такие вот страшные тоже предказания, это все тоже вот то, что предвещалось у Иоилия, что значит солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. Поэтому, ну сразу некое утешение, говорю, что не надо брать и сестры думать, что вот сейчас там грянет ядерная война, там всем конец, ну мы же видим, что солнце, оно еще не затмилось, луна еще не превратилась в кровь, в том смысле, что вид ее не стал краснокровавым, то есть это как некое знамение грядущего, такого вот уже полного Армагеддона, так вот, а этого пока нет. А тут вот через Иоилия, и Спасителя это предсказывал, что это вот уже последние самые события, которые будут предшествовать суду, страшному суду, второму пришествию Господа, действительно такие атмосферные какие-то страшные явления, вот тут наступит вот этот День Господень, великий и страшный, ну уже в смысле как страшного Божьего суда, но всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь, то есть все народы, не только там иудеи, которые мнили себя вот единственными избранниками, а все народы, и во Христе, во Христе все вновь такое вот родство обретают, как в Адаме, да, вот родство, но в Адаме все умирают, а во Христе все обретают вечную жизнь, и это особое избрание, и вот, значит, конечно, пророк Иоиль, он именно возвещает и страшный суд, Господь через пророка Иоиля буквально возвещает, «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами, и землю мою разделили». Вот тут упоминается долина Иосафата прежде всего. Ну, что за Иосафат? Это на самом деле не имя какого-то конкретного человека, а это вот в переводе с древнееврейского буквально означает «долина, где судит Бог», то есть это место суда Божьего. И, в общем-то, если посетить Святую Землю, то там в основном Иосафатову долину соотносится с Кедронской долиной, то есть вот где поток Кедрон протекает, это с востока от Иерусалима, ну, частью это восточная, значит, часть старого города Иерусалима, тут же рядом находится Илеонская гора, и вот спаситель, как раз, помните, он и говорил, сидя на Илеонской горе, вот про суд, как народы соберутся, и разделит он их, как вот овец и козлищ разделяет пастырь. Вот, и сейчас, кстати, вознесение Господне с Илеонской горы, и существует очень такое устойчивое предание в Святой Земле, особенно у тех, кто живет на Илеонской горе. Да, я вот там находился тоже около четырех месяцев, на Илеонской горе в Спасово-Вознесенском монастыре, и там, в общем-то, достаточно такое устойчивое предание, что второе пришествие Спасителя, оно начнется именно вот, ну, точнее, будет совершено именно на Илеонскую гору. Как Господь вознесся оттуда, вот так Господь туда и придет, и оттуда начнет свой суд. И, соответственно, вот эта Иосафатова долина, вот там, где Кедронский поток, долина вот этой Кедрона проходит, значит, она от восточной стены Иерусалима, от старого города, и дальше она идет через Иудейскую пустыню к Мертвому морю, где-то вот на 30 километров. Конечно, это такие вот условные описания, мы понимаем, что это будет некий такой совершенно особый суд, который нам непонятен чисто вот в физических материях, потому что 30 километров для всего человечества за всю историю явно недостаточно. А, вероятно, это будут какие-то вот новые пространственно-временные формы, где будет совершен суд над всем воскрешенным человечеством. И все вот обиженные, они найдут свое утешение, а все обидчики, они будут наказаны. И вот те, кто, что в Ветхом Завете против богоизбранного народа выступали, что в Новом Завете против нового Израиля, то есть христианского народа выступали, они все дадут свой отчет и, к сожалению, понесут какое-то свое наказание. И, значит, тут даже приводятся некие такие вот грехи, что вот о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отраковицу за вино и пили. Ну, что тут имеется в виду? Когда вот захватывается, да, то, значит, берутся в плен кто-то, и вот отрока продают, а на цену отрока вот этими деньгами расплачиваются с блудницами. То есть люди становятся как бы разменной монетой и приравниваются к цене блуда. И вот отраковицу за вино и пили, да, то есть чтобы страсть винопития была удовлетворена, продают тоже живого человека. Вот эти страшные, в общем-то, грехи, это распутство, оно будет наказано Господом Богом. И вот чем завершается пророчество Иоиля? Вот именно вот этим судом, о котором возвещает Господь Бог, значит, пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я восяду, чтобы судить все народы отовсюду. И возгремит Господь Сиона и даст глаз свой из Иерусалима содрогнуться небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и оборонную для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святынью, и не будут уже иноплеменники проходить через него. То есть, некое благословение народу своему, но то, что как раз исполнилось в тех, кто и воспринял Духа Святого, кому была излита благодать от Духа Божия. Народу христиан, как новому Израилю, как говорил апостол Павел, христиане – это Новый Израиль, но и праведники Ветхого Завета, конечно, те, кто жили благочестиво, это тоже народ Божий, и на суде Господь воспримет как своих, и уже иноземного, то есть чуждого, так скажем, чуждого по духу не будет. Упоминается здесь Иерусалим как небесный Иерусалим, как жительство Господа со своими людьми. Вот этим завершится страшный суд, и пророк Иоиль, он таким образом пророк апокалипсиса в каком-то смысле, то есть он приоткрывает, что будет. И вот одно пророчество, вот представьте, что давным-давно он жил, вот одно пророчество о сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы, оно уже исполнилось, и от Духа Святого дано всем нам, но не всем мы храним это в чистоте. А вот второе пророчество о грядущем суде, и, соответственно, о тех знамених, оно еще не исполнилось, и мы еще, ну, не то чтобы в ожидании, мы понимаем, что придет такой момент, когда все это осуществится, и действительно померкнет солнце, луна будет красно-кровавого цвета, и там какие-то клубья дыма, и потом вот этот вот суд Господень, когда каждый получит по делам своим. Вот, братья и сестры, для чего нам нужны пророки и чтение пророков ветхозаветных, чтобы иногда хоть немножко как бы так себя взбадривать, понимать, что не надо нам расслабляться, что День Господень – это день страшного посещения. Ну, для кого? Для тех, кто живет расслабленно, для тех, кто живет по страстям, вот в этом винопитии, распутстве, и для них это день действительно такого возмездия. А для других это вот, как и здесь, да, во время суда Господь явится как отец для своих любимых чад, чтобы вместе жить в вечном небесном царстве. Вот дай Господь всем нам по молитвам пророка Иоиля хранить благодать Божию, да, и быть достойными чадами небесного Отца, чтобы на страшном суде всем нам стать по правую руку от нашего Господа. Храни всех Божиих, дорогие братья и сестры. Будем помнить пророка Иоиля, молиться ему, ну и стараться, самое главное – это хранить благодать Духа Святаго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok